всем привет с вами канала и вторую надежда сегодня мы посмотрим правду о вас правда глазами мужчин то есть он о вас все что есть и хорошее и плохое колоду я взяла темную черный гримуар она может показать всякое разное поэтому я заранее в таких видео предупреждаю что впечатлительным лучше не смотреть потому что не все могут адекватно отнестись к информации которая неприятная которая может не понравится поэтому мои хорошие будьте разумны и если вы понимаете что где-то что-то может вас задеть то пожалуйста закройте данное видео и посмотрите что-нибудь другое например про себя может быть чувство может быть мысли все видео вашему просмотру доступны пожалуйста выбирайте то которое минимально скажется на вашем эмоциональном состоянии это видео для тех кто готов самокритично посмотреть некоторым вещам в глаза для тех кто хочет провести время и досуг потому что знаю что есть девочки которые заходят ко мне просто в гости с чашечкой чая какао кофе поэтому располагаетесь поудобнее те кто остается дальше на этом видео я со своей стороны сделала предупреждение поэтому претензии я не принимаю это ваше решение смотреть это видео дальше со всеми остальными давайте поехали посмотрим посмотрим что сейчас происходит между вами сигнификация так что происходит война здесь происходит кроме чей вот столкновение причем здесь больше знаете жесткость такая агрессия здесь сейчас со стороны мужчины и по большому счету знаете я я вам сказал что он больше сейчас имеет претензии к вам нежели как-то сказать что он положительно настроен нет положительных настроен готовы здесь разбираться готов здесь доказывать отстаивать не хочет здесь проявлять какого-то милосердия может быть понимание жалости есть мужчина встал такую жесткую очень жесткую позицию по отношении к вам ну видимо задели может на больную мозоль наступили возможно высказали ему что-то вот что вот прям вот не в бровь в глаз ударила и большой и большая его главная претензия по отношению к вам что вы не даете ему там или не хотите сопротивляетесь тому чтобы он проводил свое время свой досуг или вообще жил той жизнью которая хочется ему здесь тройка кубков вполне может быть что мужчина выпивает например а вам не нравится или мужчина склонен к постоянному флирту и естественно какой женщине понравится мне напомнили сегодня в комментариях читала комментарии ваши спасибо вам большое что пишите делитесь своими историями что любимая женщина соперниц не имеет и конечно какой нормальной женщине понравится что мужчина например в свободное время не ей посвящает свободное время он тратит на какое-то общение пусть даже это невинное общение до этому и прочитать там докопаться не до чего да но пожалуйста у тебя есть человек с которым ты можешь также провести свой досуг но нет же даже здесь может быть друзья здесь могут быть какие-то его увлечения которые он считает для себя возможными нам мне разрешено или я сам себе разрешил я имею право вам это не нравится и здесь мужчина сейчас вот тот большой негатив который он показывает и свое недовольство здесь потому что он не может рядом с вами в отношениях заниматься тем чем ему так нравится у всех здесь конечно будет своя ситуация у всех будет по-разному и отказываться от этого здесь мы тоже не хочется здесь такая карта жадности говорит это моё я заслужил я могу я хочу соответственно есть такой вот противоборство что еще ваших отношений манипуляции конечно и и мужчина девочки до последнего будет стараться выкружить ситуацию в свою собственную пользу и для себя вы четко должны знать что будет понимать что нужно вам соврать ради достижения каких-то своих целей будет врать будет понимать что здесь вот я не доскажу там немножечко приукрашу для того чтобы вы относились или проявили какую-то нормальную реакцию он так и будет делать и я думаю многое из того что уже происходило вы уже и так видите потому что сколько веревочки не веся конец все равно он будет и и все какие-то вот тайны а я вижу те же есть за кулисье такое но это свойство опять же данного человека который считает что если у меня есть какие-то интересы есть моя такая вот тайная личная жизнь то это должна быть моя тайная личная жизнь я и должен заниматься тогда когда мне это хочется если мне начинает ставить палки в колеса то я до поры до времени буду там выкручиваться буду оправдываться если эта тактика не сработает тогда я буду в наглую на вот отстаивать то что я так хочу здесь такая жесткая принципиальная сейчас позиция мужчины и конечно здесь он может обвинять вас что это из-за тебя ты допустим не хочешь со мной общаться там тебе некогда ты вся работаешь там дети и так далее вот я вот нахожу где пообщаться там или там ты да много чего я думаю вы все эти обвинения у кого они есть все уже прекрасно и так знаете здесь лишний раз просто капать вам на душу тоже здесь не хочется а его личное мнение давайте посмотрим относительно того что происходит сейчас между вами ну смотрите девочки он считает что вы обязательно должны его понять обязательно должны постараться встать в его позицию и сказать что знаешь дорогой вот я вот встала на твое место и да я согласна что тебе это наверное нужно может быть тебе это необходимо ты без этого жить не можешь мама твоя пусть она меня не любит но она твоя мама я не имею права возмущаться потому что здесь же есть и вмешательство родственников и ой 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 какое бывает что мамы и никакой там любовница соперница не надо мама та еще соперница есть мужчина читает что в его позиции вы можете найти какие-то здравые зерна и вы сможете понять почему он отстаивает именно то что отстаивает и почему он так за это борется конечно здесь получается попытка усидеть на двух стульях одновременно да вот два запасных аэродрома между которыми мужчина перемещается и вот это его образ жизни да это его внутренний комфорт это его расслабление это то как ему нравится жить и конечно сказать что он здесь должен что-то выбрать может быть и должен опять же вот по той самой справедливости которую здесь показывает карты но тогда ты не цепляйся да или тогда ты расскажи как обстоят дела на самом деле потому что здесь есть он есть вы есть там третий участник до либо третье участники каждый должен знать правду каждый должен потом в дальнейшем для себя выбор приемлемо или нет но мак это еще и большой собственник то есть для мужчины сам вопрос выбора как такового он не стоит потому что это его жизнь да он нашел себя в этом и соответственно заставить его отказаться от одного или от другого невозможно здесь четверка пентакли четко показывает и она одна из самых красноречивых карт который будет моё моё не отдам здесь человек уже в мумию превратился но он до сих пор цепко держится за свой гримуар да там вот видите там стоят некие сущности которые наверняка ждут что он отпустит руки эту мертвую уже хватку и можно будет воспользоваться этим источником знаний там или какой-то тайны информации но нет похоже и они заждались и этот на уже здесь мумифицировался здесь также ваш мужчина он будет стараться до последнего пока есть силы пока есть желание все сохранять он будет стараться сохранять все максимально в свою собственную пользу потому что я уже сказала в воду стиль его жизни или это его уже такие привычки без которых он не мыслит своей своей дальнейшей жизни не понимает как нужно жить только с чем-то одним ну хорошо давайте теперь будем смотреть если посмотрели подносительно ситуации а теперь вся правда такая какая она есть о вас он о вас что хорошего что хорошего ну с вами не скучно однозначно с вами не скучно в это женщина которая постоянно генерирует какие-то идеи которая такая яркая зажигательная привлекательная в любом случае королева жезлов это все это всегда такая вот яркая звезда в толпе на этих женщин оборачиваются с этими женщинами если начинаешь общаться ты понимаешь что в них вот что-то есть такое королева жезлов она еще и обладает ну силой своей стихии это силой своего арканы еще такими мистическими какими-то характеристиками потому что по этой карте идут такие вот ведьмы конечно здесь мужчина четко понимает что вы женщина магнит которая в любом случае притягивает своей харизмой своим своей личностью человека да здесь с вами не соскучишься но опять же да здесь вот не скучно здесь выпало по карте колесо судьбы или колесо фортуны то есть с одной стороны не скучно а с другой стороны в негативно потому что колесо у нас крутится в обе стороны а с другой стороны вы как вы дадите что-то такое да вот что мужчина здесь для себя просто не знает куда деваться экспрессивная порой неожиданная и все бы хорошо когда вы его способны впечатлить способны вдохновить на какие-то подвиги а с другой стороны вот это же жгучая горячая энергия когда оборачивается против него то конечно здесь а спасу от вас нет ну и получается здесь что все ваши знания на вся ваша личность обратилась на конкретное мероприятие или на конкретную ситуацию которая вам не нравится и конечно здесь мужчина был поставлен перед фактом и он должен определиться и вот здесь столкновение двух личностей один упертый манипулятор и собственник а с другой стороны женщина которая знает себе ценность которая знает свои собственные желания приоритеты и терпеть что-то что мешает ее личной жизни с этим человеком она терпеть не собирается но в целом здесь если посмотреть то вы мужчина впечатляете да безусловно то есть яркая женщина яркая вспышка в его жизни которая может оказаться для него любимой на всю жизнь а может оказаться такой роковой вот при упоминании именно имени которые нервный тик мужчина будет ловить и и вздрагивать на что еще хорошего права своих целей добиваетесь своих целей и и еще возможно это он только сейчас начал понимать что вас он до конца не завоевал мы видим на здесь такого погоня и человек убегает то есть с одной стороны если вам нужно вы добьетесь своего на своей цели вы будете преследовать свои интересы и желания королева жилов да вы в ее личности ставит цели и и их достигать но с другой стороны он ведь и что сейчас понимает что вы не добыча которую он уже поймал а вы женщина которую нужно завоевывать которую нужно догонять поэтому девочки если вы за ним не бегаете там не умаляете и не дали ему понять что вы его ждете вот это точно будет касаться вас когда он понимает что все да вот за него теперь снова нужно будет сражаться и и снова нужно будет догонять ну а теперь самое ядреное да негатив его правда относительно негативных ваших качеств и характеристик что плохого вас по его мнению занудная говорю занудная потому что рыцарь пентакли это у нас медленный товарищ и порой многих раздражает ожидание хуже всего ждать и догонять можно кстати и в негатив добавить то что у вас теперь приходится завоевывать да вот такая неуловимая все таки мы это относим к позитиву потому что мужчина все равно он охотник и у мужчины должен был стимул не расслабляться а наоборот постоянно быть в тонусе ну вот занудно на что если вы что-то решили поставили для себя какую-то цель и неважно получится или не получится даже если вы для себя будете четко понимать что вряд ли это возможно вы все равно будете стоять на своем опять же здесь упёртая у нас рыцарь пентакли всегда добивается своих целей если вам нужно вынести мозг этому мужчине какой бы он спокойно не был вы этот мозг вынесите если вам нужно до него какую-то информацию донести хочет он слушать не хочет он слушать вы просто вот так вот мозг чайная ложечка и будете вынимать вы кого-то потихонечку любой же карте да у нас есть как позитив так и негатив ну вот здесь вот рыцарь пентакли конечно оборачивается негативную сторону и занудство такой вот упертость не поворотливость на здесь мужчина может опять же это относится к таким вот характеристикам фигуры да конь всегда на картах такой вот мощный массивный да что может быть ему фигура последнее время стала вас смущать там например там полная да там или малоподвижный образ жизни а вот и при всем при том что еще вот что-то свое здесь заводите каждый носа заводит свою волынку и мипеду каждая здесь смотрит по себе я предупреждала заранее чтобы не обижаемся потому что мы смотрим так как показывают карты и конечно все характеристики мы должны здесь учитывать мы считаем негативные моменты восприятие может быть для кого-то это будет мотивация для каких-то действий что уже будет что еще из негативного но вот опять же здесь что если вам что-то вздумала вы от этого не отступитесь ну и сложный человек потому что десятка пентакли жезлов да сама по себе карта такая вот тяжелого тяжелым вы человек характер у вас сложно ну конечно ему наверное хотелось бы дурочку который что не скажи и хи 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 ха ха которая все за чистую монету воспринимает верит и готова ждать а здесь конечно показали определенные качества когда вы четко встали на своем но вот тут вот и получается да что ты зануда что ты упертая ты слышишь только себя тебя с твоего мнения не сдвинуть ты как уперлась рогом так ты и стоишь ничего слышать не хочешь и и вообще я устал вместо будет тяжело да там жизнь невыносимая отношения не невыносимы потому что в этой карте такой найти еще и основное значение это сильнейшая усталость дать и тяжелый труд я знаю что многие ждут мой вебинар по черному гримуару мои хорошие делаю я про это помню не получается все быстро сделать моментально потому что быстро не есть хорошо да или не значит хорошо вот я хочу дать так же как в первом вебинаре максимально полно чтобы потом у вас была вся информация под рукой точно так же файлы с ключами с трактовками чтобы случае если что-то непонятно вы открыли и тут же вспомнили о чем же эта карта устала я от тебя устал мне сложно мне тяжело хочешь знаете вот просто вот уже вырваться а здесь еще вот некая такая ситуация как будто тебя за ноги кто-то вне стянет я уже хочу вырваться в общем здесь мужчина у нас устал давайте еще посмотрим а любите спорить любите выяснять любите конфликтовая здесь ложка на ситуация вышедшая из контроля да вот некая такая борьба некое такое соревнование кто кого что вы спуска не даете вы не проявляете себя как слабая женщина а наоборот когда есть желание получить что-то свое вы проявляете такие очень настойчивые качества как равноправный партнер то есть здесь мужчина может что что ведешься как мужик здесь мы видим просто двух женщин до однополые существа но мы же смотрим а он и вы вот соответственно что он как будто бы здесь с мужчиной борется то есть силы равны вот и вы ему не уступаете ну и с вами договориться невозможно опять же вы видите только свою картину мира вот вы ее рисуете изображаете так как вам хочется но и естественно любое его поведение вы трактуете так как это выгодно вам мы здесь вначале видели что он тоже да любое событие когда ему надо вывернуться выкрутиться он это представляет так как ему это выгодно но здесь видите и обвинение вашу сторону возможно между вами и был диалог до что ты думаешь только так как ты думаешь ты видишь глазами только своими и мою точку зрения ты не слышишь но теперь здесь мужчина видите точно так же и вам говорит так что мои хорошие я надеюсь что этот расклад как-то прояснил может быть вы нашли что-то что захотелось вам изменить и может быть на чем-то вы посмеялись вот но моя задача сухо откровенно рассказать что и как и объяснить почему именно я трактую каждую карту именно так чтобы информация была взята не с потолка для тех кто карты не знает они понимают но мне кажется черный гримуар это одна из самых понятных колод она оракульного типа больше конечно же это не классическая таро но ты ей можно работать как оракулом вот но она понятная может быть это для меня да потому что я не люблю и давно с ней работаю кстати вот здесь я вам оставлю видео возможно как в противовес пойдет до что он хочет от вас там конкретная информация его желаний поможет вам как-то расставить еще дополнительные пазлы в те места где они отсутствуют чтобы видеть полностью картину ваших отношений целиком все мои хорошие не забудьте подписаться не забудьте поставить лайк а мы с вами встретимся уже в новом видео и всем пока пока